Всем еще раз добрый день всем присутствующим, уважаемым вебинаристам, каковых уже 48 человек присутствующим лично. Еще раз рад вас поприветствовать. Значит, мы, собственно, начинаем наше мероприятие. Значит, наше мероприятие рассчитано на 45 минут приблизить, ну, плюс-минус, как пойдет. Понятное дело, что там, если будут вопросики, то, конечно, я на них тоже с удовольствием поотвечаю. Название у нас вот такое. Как научиться фотографировать за один день. Быстро, тяжело и вдохновляюще. И, собственно, все, о чем мы с вами сейчас будем говорить, оно будет посвящено теме фотографии. Так или иначе, это понятно. Есть, конечно, такой, скажем так, формальный повод. Да, это действительно занятие, которое называется, то есть такой курс, микрокурс однодневный, который называется «Московские сюжеты», который будет один день продолжаться. Это прогулка такая по Москве с 10 до 17 часов, да, которая состоится, если не ошибаюсь, с 14 числа, по-моему, да, вот по расписанию, судя по всему, в понедельник. Вот, и, соответственно, я в двух словах расскажу, что там на нем будет на этом курсе. У меня есть фотографии, которые были сделаны разными участниками в разное время. Надо сказать, что этот курс бывает и зимой, и у нас был такой замечательный однажды курс. Мы 9 января гуляли, было минус 25. Мы чудесно просто погуляли по парку, по парку культуры, и, в общем, все были очень довольны. Значит, два слова обо мне. И это вот я, собственно, по-прежнему меня зовут все так же. Ничего, в общем, не поменялось за последние три дня с прошлого вебинара. Я преподаю здесь специалисты разные-разные курсы, касающиеся фотографии. Не только преподаю, но еще их сам придумываю, чтобы было как-то поинтереснее, повеселее. Ну вот, и, соответственно, я вам сейчас про это весь курс расскажу, который я же, естественно, и буду проводить. Значит, в качестве бонуса, в качестве такой приятной, как мне кажется, и полезной для многих вещи, сразу до того, как я начну что-то рассказывать, хочу вам предложить вот такую вот вещь, которую я уже предлагал до даже нашей записи. Значит, если вы хотите прямо сейчас, так, что называется, нисходя с места, в процессе нашего занятия принять участие в разборе, можно мне на вот эту почту прислать фоточки, не более трех работ, хорошая техническая качество, но имеется в виду, чтобы они были все-таки не совсем уж маленькие, да, какие-то такие нормальные для рассмотрения, указать разбор, ну, чтобы я не ошибся. И главное, что, ну да, это понятно, действительно, я обычно, так сказать, достаточно тактично себя веду, не увлекаюсь уж такими, да, экстремальными какими-то вещами. Но главное, что если вы будете присылать работу, мне уже вот несколько человек сказали, что отправят туда, да, и, соответственно, если кто-то еще из вебинаристов или очных слушателей будет отправлять работу, да-да, здрасте, да, конечно, прямо скорее, вот, вы, главное, мне сообщайте, да, что, мол, дескать, там есть фотографии, и что надо туда пойти посмотреть. Ну, ради справедливости скажу, что если хочется не только фотографии, а там и рисунки, ну, мало ли чего, да, бывает, можно воспользоваться моментом и тоже заодно посмотреть. Вот, что я хочу сказать для начала. Ну, и теперь мы, собственно, можем с вами начинать. Значит, что это такое, да, вот для тех, кто просто не совсем знает, что это за мероприятие, как оно будет проходить, как оно будет осуществляться. Это действительно то, что можно назвать фотопрогулка, да, это такой метод совместного погружения, то есть совместная коллективная творческая практика, когда целая большая компания единомышленников отправляется по некоему маршруту, который я пока не скажу, я его буду держать пока в тайне, который, поверьте, я всегда придумываю таким образом, да, чтобы он был интересен всем участникам, даже тогда, когда были люди, которые по нескольку раз ходили со мной вот в эти группы, да, на эти мероприятия, для них все равно это каждый раз было с нуля, какое-то новое совершенно впечатление. В общем, мы идем гуляем по Москве. Мы находимся в условиях реальной съемки, реальной практики, когда у всех на плече или там на шее висит фотоаппарат, и нужно решать разные, собственно, творческие задачи. И это первый плюс, как мне кажется, такого метода, да, когда мы с вами оказываемся в ситуации реальной практической работы, то есть когда мы работаем как фотографы, да, вам поручили снять репортаж о Москве, вот у вас в 7 часов, снимите, пожалуйста, красивый репортаж, красивую серию фотографий. Собственно, и в этой ситуации, ну, можно себя почувствовать. Причем все это на ходу, все это в движении, да, достаточно таком быстром, да, потому что пройтись мы можем по довольно большому маршруту, по довольно длинному, предвосхищая возможный вопрос, сразу могу сказать, что я строю маршрут таким образом, что даже если не погода, даже если там дожди, град и молнии, то все равно есть много мест в Москве, где можно фотографировать и под закрытыми, так сказать, ну, под крышей, и где не потеряешься. Ну, короткие перебежки между уютными местами, это тоже нормально. Так что в любом случае это получается съемка очень с таким хорошим эмоциональным и физическим тонусом. Я считаю, что для фотографа это важно. Знаете, во многих занятиях, во многих дисциплинах, направлениях есть такое понятие, как стрессоустойчивость, да, и поэтому, когда тебе нужно 7 часов быстро в хорошем таком темпе, да, фотографировать, это тренирует профессиональную закалку. Я вот тут недавно стал ходить на занятия по стрельбе, и там тренеры у меня очень хорошие, они тренируют, это не тир, а они тренируют именно стрессоустойчивость. То есть ты целишься, они толкают тебя в спину, говорят, ну, давай быстрее, смотри, он на тебя наступает, ну, давай, 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 еще, еще, еще. Так, по нервам бьет, просто, знаете, мозг взрывается, но зато движение автоматизируется. Вот здесь то же самое, да, мы идем по Москве, я, конечно, не ору, никого в плечи не толкаю, но в реальной ситуации, да, когда, ну, надо двигаться дальше, а тут, значит, вот тебе понравилась какая-нибудь башенка, ты по неволе два раза вокруг нее очень быстро оббежишь, снимешь 25 кадров, да, ну, то есть это хороший такой, в общем, стимул для такого быстрого движения. Так что высокий тонус, такой бодрый, это я тоже считаю очень хороший, важный такой элемент, да, этого занятия. Ну, кроме этого, конечно, третий важный фактор, который там присутствует, это то, что, естественно, мы все вместе, и то, что я рядом. Это тоже очень важно, потому что для начинающего человека оказаться в ситуации, когда ты один, и что, и куда нажимать, да, и как это все будет происходить, очень страшно. И в этом смысле, конечно, то, что я рядом и готов прийти на помощь, независимо от вашего фотоаппарата и степени, так сказать, сложности, задачи, да, это точно, совершенно. Мы вместе все дружно идем, я всегда всех жду, никто никогда не отстает, и все всегда у всех получается. Это тоже очень такой важный момент. В группе по-разному бывает, самая большая группа была человек, наверное, 16, и можно не бояться, можно обступать любого зеваку на улице и фотографировать, он не даст сдачу, потому что многие боятся, что начинаешь фотографировать людей на улице, а тебе сейчас как дадут по башке. Против такого корректива никто не, главное, все начинают тебя целиться страшно, железными фотоаппаратами, и все замирают просто и ведут себя очень корректно. Не, ну, на самом деле, это действительно была очень большая группа, обычно, ну, где-то от пяти до восьми человек, то есть такой нормальный коллективчик, к которому мы, естественно, там на обед куда-то заходим, и на обедах мы сидим и обсуждаем все эти творческие работы. Ну, мне кажется, такая хорошая, правильная атмосфера. Вот, так что вот этот вот, это тоже важный очень фактор, то, что мы находимся в коллективе динамышленников, то есть людей, которые пришли с той же целью, с аналогичной целью, да, у которых те же самые представления, и у многих есть еще, я уверен, что я знаю эту мысль, которую во многих головах, что, мол, дескать, сейчас я приду, а там все как начнут, да, а я вот, значит, вот, и что же, я как дурачок, а они там все, вот поверьте, вот реально восемь человек приходит, и просто всех восьми в глазах считается очень смешно вот этого, да, и первые полчаса все так пугливо друг на друга смотрят, думают, сейчас как достану, тут как вот начнут, и все потом так постепенно уже расслабляются, выясняют, что все хорошо, все нормально, живые люди. Так что вот эта вот коллективность, да, такая совместная работа, это очень здорово, это очень, мне кажется, позитивно и весело. Ну, и плюс к этому, надо признать еще одну вещь, я совершенно не сторонник, знаете, такого академического подхода, когда вот есть тема, давайте сейчас мы остановимся, разберем, и вот этот вопрос решим. Если этот вопрос никому особо не интересен, то чего мы будем его разбирать? То есть еще один большой плюс этого метода совместного погружения, то, что мы все работаем свободно, меняя линию, да, у нас был такой несколько раз, мы там шли мимо парка культуры, вдруг кто-то говорил, ой, пойдемте вон там через мост пешком по той стороне, а пойдемте, правда пойдемте, и что, и пошли. Ну, то есть, короче, мы сами делаем так, чтобы это все было максимально для всех интересно, да, и любопытно. Так что это вот еще одно важное свойство, да, всего этого мероприятия. Что в результате получает каждый человек, да, вот, то есть вот с этими плюсами, да, мы получаем все это, значит, что получает каждый участник? Во-первых, естественно, навыки работы с техникой. Причем я не случайно в названии этого вебинара упоминал, написал слово, что это трудно. Это трудно, безусловно, особенно для тех, кто приходит с нуля. Бывают и такие, знаете, там подарили фотоаппарат, как это часто бывает, он два года лежал, пылился, и тут дай-ка думают, как раз воспользуется. Но это очень тяжело с нуля переключиться на ручное управление. А это, может быть, единственное, в чем проявляется моя такая, ну, как сказать, ну, не жесткость, во всяком случае, но определенность, я настаиваю на том, что все надо делать вручную. Ну, мы решили назваться фотографами, зачем нам эти зеленые кнопочки, зачем нам эти автоматические режимы. Все в ручном режиме. Да, и вот все мучаются, конечно, понятно, первый час, потому что ты, в голове у тебя полная каша, да, диафрагма, выдержек этих ИСО, и что там еще, чтобы кнопку нажимать, еще фокус наводить. Ну, это тяжело, безусловно. Но, знаете, это вот как, когда учат плавать, да, не то, чтобы уж прямо бросают в воду, но это похоже немножечко ощущение, потому что ты немножко чувствуешь панику. Но я-то рядом, все друзья-то рядом, понимаете, все на месте, мы в любой момент останавливаемся. То есть первые полчаса, они самые стрессовые, потому что люди, да, вот не знают, чего ожидать, потом выясняют, что все очень хорошо и весело и правильно. Так что участник, первое, что он получает, это, собственно, навык работать с техникой. Самый ценный, я считаю, да, потому что ты просто овладеваешь управлением своего фотоаппарата. Второе, что очень важно и что, вот, лично я люблю, как бы, в такой ситуации давать, да, это, собственно, приемы съемки. Потому что мы же с вами понимаем, да, что половина – это умение правильно нажимать на кнопки, а вторая половина – это снять так, чтобы это было интересно, красиво. Я уверен, что каждый, кто ездил в отпуск куда-нибудь, да, например, и привозил и видел, например, какую-нибудь красивую вещь, эта фраза, знаете, звучит практически у каждого, что там вообще на фотографии этого не видно, но там вообще такая классная вот эта штука, у меня она, правда, не влезла, там не получилось, да. Довольно распространенная история, думаю, многие, кто улыбается, понимают, о чем где-то речь, и это часто случается. Это за счет приемов съемки, да, нужно знать, что вот, чтобы сфотографировать там этот объект, нужно там встать вот так, нужно, грубо говоря, проследить за тем, чтобы свет был с этой стороны, чтобы он поэффектнее там что-то подчеркивал. То есть просто приемы работы, да, приемы работы управления камерой. И поскольку город большой, да, и за 7 часов можно пройти реально очень много всего, и мы же фотографируем не только город, мы же фотографируем людей, мы фотографируем жанровые сцены, мы фотографируем портреты, мы фотографируем объекты, да, разные мелочевки. И чисто такой арт, что называется, знаете, какая-нибудь красивая тень, которая лежит на какой-нибудь там текстурной стене, это же прекрасная, да, тоже такая тема. То есть все это вокруг нас, и это все фотографируется, и создается очень такое разнообразие этих съемочных приемов. Третье, что получает каждый участник, это, конечно, расширение портфолио. Ну, то есть даже не расширение, а создание портфолио. То есть вы получаете большое количество снимков, да, которые хорошего качества, заведомо хорошего качества. Это не просто нащелкал, да, а потом не знаешь, что с этим делать. Мы же по дороге-то разбираем, мы пока сидим обедом, мы все эти фотки просматриваем. То есть отбор происходит, да, такое активное расширение, в общем, от этого портфолио, причем именно в разных жанрах, потому что мы снимаем действительно разные совершенно вещи. Четвертый и неоценимый, мне кажется, тоже плюс – это контакты. Простые человеческие контакты. Да, вот группа из шести человек, в конце, естественно, все обмениваются e-mail'ами, все находят друг друга в контакте, мы создаем там какую-нибудь группу, куда все выкладывают фотки, да. Ну, то есть такое живое человеческое общение – тоже очень большой плюс, который нельзя сбрасывать с счетов. Ну и, в конце концов, физическая тренировка. Что там говорить? Все-таки 7 километров протопать, между прочим, за 7 часов – это довольно большая нагрузка, да, еще с фотоаппаратом, плечики там болят, мышцы, все это как положено, но это нормально. Вот, но надо понимать также, что это не для всех развлечений, да, потому что, во-первых, вот этот вот метод такого стрессового погружения, он не для всех работает. Есть люди, которых это раздражает, бесят, да, которые, ну, которым нужно, ну, это понятно совершенно, да, такая черта, когда человеку нужно говорить, нет, нет, дожди, давайте сначала мне все, вот я должен объяснить, там, понять, да, должен посидеть, там, кнопочки нажимать 3 дня, потом можно следующую порцию, тогда это, конечно, не годится. Соответственно, все здесь, этот метод уместен, да, если соблюдены несколько условий. Значит, условия разные, и технические, и творческие, и первое условие такое, должен быть нормальный фотоаппарат. А идти на это мероприятие с мобилкой, ну, просто смысла нет, да, потому что, ну, можно, конечно, пофоткать, естественно, я помогу, естественно, да, мы поговорим, вот мы сегодня говорили, да, про мобилографию, что есть такое направление, да, да, вполне такой профессиональный, в конце концов, в Инстаграм, то я что, не боги обжигают горшки-то, да, надо же выкладывать клевые фотки. Но возможности техники маленькие, да, и можно тренироваться, но просто половина из того, о чем я буду рассказывать, да, что буду показывать, оно просто мимо пройдет. То есть мне не жалко, конечно, да, но эффективность будет не очень высокая. Поэтому нужен фотоаппарат нормального продвинутого уровня. Что такое фотоаппарат продвинутого уровня? Это фотоаппарат, в котором есть ручные настройки. Да, мыльнице в этом смысле не подойдет. Нужен фотоаппарат, в котором можно это все отключить, в котором можно установить вручную параметры экспозиции. Такие как диафрагма, такие как выдержка, да, и такие как, например, ISO, ну, и там баланс белого, да, то есть цвет передач, чтобы можно было отрегулировать. На самом деле это есть, в общем, по-моему, сейчас, ну, на практически всех цифровых фотиках, более-менее, там, начиная от 5000 и дороже. Ну, может, я преувеличиваю, но, во всяком случае, это такая вполне постижимая, да, такая вещь. Вот, это первое, что нужно. Второе, что нужно, естественно, это нужна определенная жанровая ориентированность. То есть если вас интересует репортажная съемка, именно умение быстро ориентироваться, да, в разных сложных ситуациях, если вы, например, там, вас интересует тревел-съемка, тревел – это, ну, путешествие, да, где, когда вот действительно ходишь уже не по Москве, а по Парижу, например, да, и тебе нужно как-то его быстро отснять, это вот то, что нужно. Если интересует пейзажное, городской пейзаж, это же тоже определенный жанр, да, архитектурная съемка. Если интересует портретная съемка, и, в конце концов, если интересует, есть такое понятие, называется жанровая съемка. Жанровая съемка – это, ну, зарисовки жизни, да, вот как она есть. Ну, там, сценки, ситуации, да, там, печаль, радость. То есть вот, ну, как будто для иностранной газеты нужно снять репортаж, там, «Жизнь Москвы», например. Да, это же не только город, это же не только машины, а это вот все вместе, да. И вот, собственно, вот если вот это все или что-то из этого интересует, тогда это, конечно, да, для вас. Если, я просто по контрасту скажу, что существуют ведь и другие направления, да, например, там, предметная съемка, каталожная съемка, понятно, что здесь это не нужно, неинтересно. Там какая-нибудь фэшн-съемка, да, или там гламурная фэшн-съемка, где половина съемки – это постановка света, да, и, там, макияж, да. Это другая совершенно история. Это как раз вот то, что я в фотостудии мы будем делать, да, но это просто прямо противоположная история. Так что далеко не всем, да, кому интересно, нужна фотография, это все годится. Вот, значит, третье, что нужно, и вот о чем я уже упомянул, это готовность именно быстро развиваться, то есть, ну, определенный психологический склад, да, определенная готовность вот погружаться в эту ситуацию. Я не скрою, что бывали стрессовые ситуации, которые не все выдерживали. У меня были ситуации, когда девочки заливались слезами. Ну, это практически, правда, на каждом курсе бывает, потому что реально это бывает довольно сложно. Причем я вам опять же честно могу сказать, что печалька такая и слезы такие, они бывают по двум причинам. Первое – это когда вот ты чувствуешь, что ты бессилен, да, ну, то есть вот ты вот пытаешься, а оно не получается. Ну, это нормальная эмоциональная реакция, в конце концов. Вот по голове погладил, леденец дал и объяснил, как эту кнопочку нажать, и все хорошо. А вторая бывает, вот какая печальная история. Многие люди, ну, не многие, так иногда, скажем, бывает, они приходят вот на обучение, не совсем готовые учиться. Они приходят, знаете, за подтверждением, что ли, своих амбиций. То есть они приходят и говорят, ну, сейчас я покажу, как это все. И тут выясняется, что они ничего не знают, что они ничего не понимают. Вот этот стресс гораздо более печальный, понимаете. И вот здесь у меня был такой, одна девочка ушла. Ну, потому что она пришла, и я там вначале что-то рассказывал, она так демонстративно отворачивалась, делала вид, что, ну, как бы, у вас, конечно, наконец закончится, болтовня вот эта вся дурацкая, начнем снимать. И когда начали снимать, выяснилось, что она, вот она, причем у нее фотоаппарат, вот такой был, ей там муж, что ли, подарил, какой-то там, в каком-то случае. Она не может, она некомпетентна. А просто сказать, извините, ради бога, вот покажите, что с этим делать, она не могла. И она, в общем, она не зарыдала уж в прямом смысле, но она просто ушла. Потому что, ну, это не для нее. Я просто об этом честно рассказываю, потому что здесь нужно иметь определенную готовность, действовать, слушать и развиваться таким вот образом. Что еще очень важно, и что меня искренне всегда восхищает, это готовность работать в коллективе. Вот я, например, не коллективист вообще совершенно. Я всегда это тоже честно совершенно рассказываю, что, ну, это на курсах, скажем, по дизайну, что когда я, например, устраивался на работу в дизайнерские компании в качестве дизайнера, ну, или там в фирму, бывает, знаете, такие пишут в вакансии, говорят, вы знаете, вас ждет коллектив единомышленников, вы сможете вместе работать над проектами. Думаю, боже мой, только не это, вот ради всего святого. Вот отделите мне отдельный уголок, я буду в нем сидеть, я вот не переношу этого. И самый лучший опыт у меня в этом смысле был вот в одной компании, где у нас работало трое дизайнеров, но мы все трое подобрались, вот, что называется, один к одному, мы все были индивидуалисты, поэтому мы решили, что, значит, если к нам приходит клиент и, там, заказывает, допустим, там, фирменный стиль, логотипы, мы делаем так, каждый в своем углу молча абсолютно делает свои, там, 2-3 варианта, и когда клиент приходит, ну, мы ему показываем, там, 5-6 вариантов, и, собственно, да, чей лучший, ну, над тем, значит, мы и работаем, да, он, как бы, назначается старшим, идеального для меня ситуации. В этом смысле я бы в коллективе, вот я вам честно скажу, не смог бы ни фотографировать, ни работать, ничего, я это не переношу. Меня вручает только то, что я главный, а в этом смысле, в этом состоянии я могу переносить коллективы, мне нравится быть самым главным, самому. Ну, я вам честно рассказываю, все как есть. И я готов, собственно, делиться какими-то своими соображениями. Поэтому, в общем, да, надо понимать, что вокруг вас будет несколько человек, да, которые в точно такой же ситуации будут работать. Естественно, все друг у друга спрашивают, да, и друг у друга помогают, и некоторые вещи иногда, кстати говоря, я этому тоже учу, как ни странно, этому научить-то я могу, сам я так не люблю делать. Я учу снимать в парах в коллективе, потому что иногда, вот в репортажной городской съемке, удобно работать именно в паре, например, когда нужно снимать портреты. Фотограф часто делает так, например, один встает, начинает позировать, а второй встает на некотором расстоянии от него и через его плечо фотографирует того, кто у него за спиной. Поэтому очень важно, чтобы у тебя был такой коллега, которому ты подаешься, говоришь, стань, вот здесь вот сделай, попозируй мне немножечко. И он стоит, он начинает фигурять, а тот, значит, через плечо там фотографирует какой-то интересный кадр. Ну, то есть, в общем, есть вот такие вот приемчики, которые можно тоже использовать. Так что в коллективе надо учиться работать. Меня вот все время никто этому не научил. И, наконец, опять же, такая проза жизни, чисто физические характеристики. Надо быть готовым, там, пройти 6-8 километров в хорошем темпе, независимо от погоды. Ну, понятно, что те, кто записывается, я им за три дня до старта рассылаю инструкцию, что одеть, что взять, что там не брать, да, потому что, ну, реально, нужна хорошая нормальная обувь, на шпильках там никуда, естественно, не пойдешь. То есть, это такая чистая, в общем, ну, работа, да, и вот это вот нужно все иметь в виду. Вот, вот, собственно, вот что из себя представляет этот курс. Вот что я вам хотел по этому поводу рассказать. Теперь я хочу вам показать немножко фоточек, которые на этом курсе были сделаны. Просто, чтобы вы понимали, да, что делают люди, что им интересно. Это не то, чтобы лучшие фотографии, поверьте. Это просто разные фотки, которые, вот, ну, что называется, я надергал из этого курса. Это вот, собственно, фотографы сами, это как раз тот самый коллектив единомышленников, которые шастают. Это мы в ГУМе, там забрели. Это такая съемка, это использование такого специального объектива, который называется Lens Baby. Я должен сказать еще честно, я на этот курс обычно притаскиваю много всякой оптики, всяких классных штучек, и тем, у кого есть Nikon, извините, я не канист, поэтому тем, у кого есть Nikon, я могу даже объективчики давать попробовать. Тем, у кого Canon, я просто показываю и в душе тайно радуюсь, как классно, что у меня Nikon, я могу это показать. Вот, это, в общем, такой специальный объектив, который умеет делать такие вот специальные очень клевые эффектики. Ну, это вот один снимок, это мы мимо Красной площади проходили, солнышко просто так очень классно его, да, закрыло, храм Василия Блаженного, очень удачно получилось. Ну, вот какие-то такие вот, да, совершенно декоративные вещи. Ну, такие вот штучки. Здесь, ну, здесь не очень это хорошо видно, но, в принципе, здесь за счет маленькой глубины резкости, то есть он такой технически достаточно сложный снимок. Это Донской монастырь, зимой мы туда забрели, там ходили по по колену с ним, как раз вот, когда я рассказывал, было в день 9 января. И вот, это вот тоже с той же прогулки, потому что от Донского монастыря, вы прикиньте, мы дошли до парка культуры, то есть такой довольно большой сделали крюк, и там еще через Москву, через центр, через мимо Кремля шли. Это тоже такие вот, всякие декоративные, красивые штучки. Это вот, Крымский мост, да, по которому пешком тащились, и это снято широкоугольным объективом со сферическими линзами, потому что у меня были объективы с асферическими и сферическими, я их тоже всем раздавал, чтобы можно, ну не всем, но в смысле у кого-то Никон, чтобы можно было попробовать, посмотреть, что это такое, какие-то эффекты дает. Это Астоженко, это, собственно, фотографы, это, понятное дело, Москва-Сити, до которого мы добрались в другой раз. Эта фотография почему-то перевернулась, но это так, ой, нет, ты имел в виду, а я вот это имел в виду. Вот такая должна быть фоточка, но это просто вечерняя, она такая красивая по цвету, на проекторе это не очень хорошо видно, но в общем есть такая фотография. Вот, ну это вот этот самый сад у Кремля, Александровский, собственно, непосредственно в нем такие пейзажные виды, причем была там одна девочка, которая интересовала пейзажные фотографии, мы там просто мерили вот эти все кадры, там до миллиметра, правее и левее, обсуждали свет, тени, это мы, ну да, просто там гуляли тоже по центру, начался ливень, мы все это фотографировали, ну там всякие вот дети, это музеон, да, да, и там он вовсю работает, там очень клево, очень весело, вот, это вот такое вот тоже, ну здесь, скорее уже тут луна красивая очень получилась, вот, ну еще немножко, мы просто много раз попадали в разных походах в сторону Москва-Сити, поэтому он тоже получился с разных ракурсов, разный, вот тоже очень милая фотография, портретная, очень хорошо просто, да, найдена, замечательно, так они стоят, очень клево, но здесь тоже проявляется еще и умение, естественно, быстро увидеть, отреагировать, настроить, это все сделать, поймал очень хорошо, очень здорово, да, они классно очень так стояли, ну вот такие вот, да, тоже такие зарисовочки наблюдений, еще одна Москва-Сити, зимой вечером, вот такие вот смешные детишки, там тоже везде бегали, ну то есть, в общем, эти фотографии иллюстрируют то, что разные, да, по-разному все получается, у разных авторов, да, и с разными задачами, с разными целями, вот, вот такая вот, собственно, история, значит, если есть еще вопросы по нашему, вот этому, по моему рассказу, то, собственно, вы можете их задавать, если вопросов нет, то я прямо сейчас, в общем-то, не сходя с места, можно, можно, у меня просто есть опыт, я в течение трех часов на Собольной площади снимал на колокольную Ивана Великова, так, а в чем особенность архитектурной съемки? Особенность архитектурной съемки заключена в том, ну если мы говорим такой профессиональной архитектурной съемки, скажем, для архитектурного журнала, да, мы должны сделать так, чтобы все вертикали оставались вертикальными, то есть, снимая большое здание с уровня земли, мы неизбежно получим, согласитесь, схождение, да, линии перспективы, туда вот вверх они будут заваливаться, согласны? Соответственно, как минимум, нам понадобится тилдшифт-объектив, если уж делать хорошую, правильную архитектурную съемку. Если тилдшифт-объектив у нас нет, то нам придется отходить на достаточно большое расстояние, и нам придется делать снимки, может быть, склеивать их из нескольких других, для того, чтобы передать собственно характеристики архитектуры. Вторая особенность заключена в том, что архитектурные объекты, они, как правило, если они плохо освещены, они получаются плоские. Что такое дом? Это кубик, условно говоря, грубый совсем. Это кубик, и, соответственно, если мы к нему подходим с фасадной стороны, и на него светит красиво из-за ключа сзади солнце, то у нас получается абсолютно плоский дом. В архитектуре цена перспектива, цена объема. Поэтому вот правильная, настоящая, вот так, если говорить совсем без дураков, архитектурная съемка, она выглядит примерно следующим образом. Приезжает фотограф, фотографирует какое-то конкретное совершенно здание, вокруг него бродит, да, и говорит, так, ребята, это не то время суток, которое нам нужно. Мне нужно там 8 утра, чтобы было, потому что солнце будет вот с этой стороны снимать, я буду с этого ракурса, мне нужна переменная облачность, а не яркий солнечный свет. Разбудите меня, когда эти условия совпадут. И там через неделю ему менеджер его говорит, пора. И тогда он идет со своим оборудованием, снимает красивая подача вот этого здания. Ну, вот что такое, если так коротко, в чем специфика. Хотя ее там очень много, этой специфики, связанной с текстурой и с качеством изображения. Все-таки зависит от замысла. Ну, а замысел воспроизвести собственно архитектуру, подать ее, эту архитектуру, чтобы она смотрелась максимально эффектно, красиво. Повторю, если мы говорим именно об архитектурной съемке, ну, как бы для архитектурного журнала. Вот архитектурный журнал заказал нам съемку храма Василия Блажина. Сказал, покажите, какой он у вас. Вот просто прийти щелкнуть нельзя, потому что будут вот все эти искажения, будут неправильности, цвет и все. Но искажения действительно, там она как бы заваливалась. Да не то слово, как заваливаться. У меня была цель вот это именно сделать роль по поводу картины Аристарх Лентурова «Звон к локоне в Англику». А это уже не архитектурная съемка, это уже была художественная съемка, понимаете, где вы хотели показать, как вот Аристарх Лентуров это написал, и вот здесь вот оно собственно, да, вот есть вот перекликается, да, вот с тем, что вы увидели. Это другая, это не архитектурная, это, понимаете, вы использовали архитектуру как арт-объект, и здесь, естественно, уже правил никаких нет, здесь все по-другому, да. Ага. Понимаете, потери качества очень большие. То есть для себя, ну, скажем так, да, по-простому, мы это потянуть, конечно, можем, да, если мы сильно уменьшаем. Но если мы это делаем на обложку международного архитектурного журнала, нас не поймут, потому что там пиксели полезут, и там качество будет теряться. Поэтому нужны реально вот какие-то специальные такие усилия. Так же, как, например, в интерьерной съемке тоже своя специфика есть, да, там всегда камеру тоже надо держать строго-горизонтально, не заваливание в коем случае, чтобы не было, да, вот этих вот схождений вверх и вниз. И это тоже не всегда удобно, поэтому нужно брать специальную оптику, да, соответственно, надо брать широкоугольный объектив, потому что в помещение иначе не влезет. А широкоугольный объектив берешь, оно, конечно, становится вот этим вот округлым, да, если это объектив с асферическими линзами, то есть с асферическими, изважите. Если мы хотим, чтобы было красивой, правильной прямой линией, при этом широкоугольный объектив, то же он специальный объектив с асферическими линзами. То есть, в общем, заморочки, будь здоров. А между тем, вот от Елены пришла фоточка. То есть, мы с вами сейчас беседуем, продолжаем, мы будем смотреть на разные картинки. Вот, например, картинка с очаровательным ребенком. Ребенок хорош, спору нету, но он пересвечен. Понимаете, в чем дело? Пересвечен лицо. Не, реально, хорошее с ним скадрировано, в общем, неплохо. Хотя я бы немножко вот здесь справа, то есть, слева наверху немножко поджал, потому что ну, пустовато немножко. Здесь главное в край здесь упирается, здесь в край упирается, а здесь такая немножко свободная компоновка. Я бы чуть-чуть поджал. Но главная печаль этого снимка – это пересвеченное лицо. Это очень печально, к сожалению. Понимаете? То есть, ну, вот это очевидный недостаток. Что делать в такой ситуации? Понятно, что это надо было снимать в RAVI. Я подозреваю, что ну, это снято, видно, ну, да. Даже, я думаю, не на прям фотоаппарат, да. Так вот просто получилось. Вот. Надо снимать такие вещи, конечно, в RAVI. Нужно снимать это с определенными настройками цвета, света передачи, светочувствительности. В общем, это довольно хлопотная работа. То есть, замысел снимка неплохой, хороший, подмечено неплохо, но технически, к сожалению, очень сильно проигрывает. И вот это все изящество. И, так сказать, мягкость, да, вот этого, как бы нежного такого детского личика, да, вот этой мордочки, вот этой ручки, которую здесь можно было проработать, я уверен. Там было такие теплые тона, там кожа, да. То есть, это все могло бы быть очень красиво, если бы это было снято на, ну, с таким большим техническим, скажем так, даже не мастерством, а просто техническим обеспечением. Оно бы очень здесь было бы хорошо. Вот еще от Настены Тимофеевой фоточка. Сейчас мы тоже посмотрим. Ну, это вот как раз тот самый случай, да, где заваливается, конечно, да, все в перспективу достаточно сильно. В силу того, что это снято, я думаю, обычным объективом, вы знали, что можно, посмотрев подробности, узнать всю подноготную снимку. Это очень иногда бывает интересно. Вот фотоаппарат, вот камера, вот выдержка, вот фокусное расстояние, да, но оно маленькое, но понятно, что это фотоаппарат с такой маленький, со встроенной оптикой, несъемной. А, телефон, да, ну, тем более. Но факт тот, что, в общем, конечно, здесь этой завальности избежать бы не удалось никак. Композиционно, оно хорошее по экспозиции, оно, в общем, неплохо скомпоновано. Мне кажется, здесь только немножко многовато, то есть я бы чуть-чуть сверху побольше оставил воздуха, снизу немножко бы чуть-чуть, может быть, обрезал, потому что вот то, что оно вот упирается в края, это вот как раз сейчас мне идет по практикам по композиции, мы там обсуждаем вот эти вот вещи, что нехорошо, когда значимые элементы, они слишком вот близко подходят к краям, упираются. Остальное все очень здорово, и даже вот это вот дерево, которое туда уходит, оно, в общем, очень хорошо. То есть, в общем, неплохой снимок, исходя из имеющихся технических возможностей, да, но я бы вот просто в момент снимки бы просто чуть-чуть поднял бы объектив повыше, мне кажется, было бы лучше и так вот изящнее, создалось бы ощущение больше вот этого воздуха и пространства. Вот, Мария Петрова прислала снимочек и написала, что можно пожестче. Хорошо, Мария, можно и пожестче. Вот мы видим человека, продавца. Ну, Мария, во-первых, мне кажется, что здесь немножко чуть-чуть завален горизонт, судя по этому краю. Я смотрю вот по этой вертикали, но кажется мне, что даже и здесь он чуть-чуть капельку завален немножечко в левую сторону, что нехорошо. Во-вторых, давайте, ну, это как бы такая фактическая сторона. С точки зрения экспозиции здесь все нормально и этот снимок относится к разряду не столько художественных, сколько как раз вот этих самых жанровых, да, жанровая зарисовка такая. Давайте мы, Мария, с вами зададимся вопросом, в чем смысл этого снимка. Он, мне кажется, достаточно простой, он достаточно очевидный, то есть наблюдение неплохое, да, ну, да, но сидит вот этот вот дядька, который торгует этими всеми вещами, спит так вот замечательно, да, устала, но, понимаете, если он торгует этими вещами, вот смотрите, что он делает, вот я увеличиваю, например, снимок вот до такой степени, и мне кажется, что вот он в этом смысле приобретает, ну, какой-то немножко другой, я бы еще, честно говоря, в фотошопе бы его, например, сделал бы черно-белым, этого дядьку, а все остальное оставил бы цветным. И, как мне кажется, может было бы, знаете, передать такой смысл, что дядька видит как бы сны, что ли, цветные, да, то есть, или вот эта вот как бы радужная действительность, в смысле радужные такие вот картинки, и вот его серый вот такой вот сон, да, в котором, или вот, собственно, даже вот этими вот тельняшками, то есть, здесь можно было бы поиграть со смыслом, понимаете, обратив внимание вот на то, что действительно интересно. В таком виде, понимаете, он не тянет на, ну, как бы на явление, да, такое вот на событие, что ли, жизни. Если бы, например, да, он сидел, не знаю, там в бушлате, и у него там на руках были татуировки с якорями, и было видно, что там, не знаю, старый моряк, допустим, он сам еще без козырки сидел. Ну, это было бы и то, как-то, знаете, ну, такой был бы интересный персонаж. То есть, здесь, да, наблюдение есть, но оно не дотянуто вот с точки зрения создания какого-то сложного, интересного смысла. Знаете, у фотографов есть такое понятие разработка темы, то есть, довольно часто, то есть, в большинстве случаев, даже когда мы снимаем вот в ситуациях вот такого репортажного характера, все равно нужно делать там несколько, я не знаю, сделали вы или нет, да, но обычно стараются сделать там несколько, три, четыре, пять, шесть снимков, там разные крупности, разные компоновки, с тем, чтобы потом из них можно было что-то вытащить. Вот, ей-богу, вот сейчас, пока я вам рассказывал, я вот убежден, да, что если попытаться из этого снимка вытащить что-то вот такого типа, да, вот то, что я показал, да, сделать его такой подчеркнуто, асимметричный, и вот, ну, как-то с ним сыграть, то можно сделать действительно довольно такой любопытный снимок, еще назвать его как-нибудь интересно, там, сон моряка, допустим, ну, почему бы и нет, да, или там грезы моряка, ну, то есть, в общем, попытаться смысл сделать более насыщенным, чтобы снимок получился, собственно, более выразительным, мне кажется, было бы очень неплохо. Вот, здесь есть еще один, по-моему, да, снимок, но он у вас вложен, вот один снимочек, вы знаете, можно вас попросить, вот второй снимок, он вложенный, поэтому я его, а, ну, ладно, сейчас мы попробуем сохранить картинку, как на рабочий стол, вот, сохранили, все, я его выкрыл, вот это, вот еще одна фотография, угу, старичок, играет, хорошо играет, видно, что старается, видно, что упоенный играет, но опять же, такая же, смотрите, история, какую роль играет здесь, ну, горизонт давать, ладно, это уже, мы не обращаем внимания в данном случае, да, какую роль здесь играет, вот, все остальное, этот антураж, понимаете, даже если мы, например, вы, вот, сделали бы вот такой вот крупный план, то, согласитесь, все равно было понятно, что он играет на улице, однако, вот это вот, вот, смотрите, какое лицо классное, правда, не знаю, видно здесь или нет, и то, что вот его глаза закрыты, он весь в этих вот, старческих пятнах, да, и так вот упоенно играет в этой шляпе, мне кажется, что это уже тоже самодостаточная вещь, да, то есть, вот мне кажется, что во всем этом снимке вот что интересно, понимаете, вот это вот, как человек, вот этот вот, да, человек играет на улице, причем по снимку понятно, что это не бомж, понятно, что этот человек как бы выступает, да, что это артист, поэтому вот это все, то, что здесь вот это вот лежит, оно ничего не добавляет к снимку, да, ну, мне кажется, это абсолютно субъективное такое суждение, да, вот, ну, мне кажется, что просто точнее, мощнее, хорошее, опять же, наблюдение, интересное, правильно, просто мощнее надо выражать замысел, да, не жалея вот этого всего постороннего, да, что не работает на смысл. Вот такая вот история, еще от Максима есть одна фотография, сейчас мы на нее посмотрим, открытие, открытие, вот, классная фотография, Максим, хорошая, безусловно, идея, старая церковь в городе Щелка, вы знаете, здесь я бы немножко поаккуратней, то есть не поаккуратней, а по тщательней поработал бы с небом, хорошая, знаете, такая вызывающая центрально-симметричная композиция с этой вот елкой, понимаете, она очень ко многому обязывает, эта елка, то есть она тянет на себя внимание, да, и она является, конечно, таким осью, да, на которой все это нанизывается, соответственно, если бы ваш снимок был скомпонован, ну, например, как-нибудь вот так вот, допустим, да, мне это казалось бы более логичным, потому что здесь появляется вот этот передний, такой выразительный, красивый передний план, да, и вот эта вот, собственно, церковь, которая с ним создается одно целое, такое гармоничное решение, вот в такой ситуации неба очень много, видите, тут линия горизонта у вас даже нет, смотрите, у вас мощный акцент внизу, у вас заниженная линия горизонта с красивым туманом, который привлекает в себя внимание, у вас церковь, небо пустое, оно серое, то есть здесь надо делать или насыщенным, более, да, выразительным, или, мне кажется, надо что-то кадрировать, ну и я, честно говоря, не уверен в том, что вот эта елка здесь нужна именно в таком качестве, было бы здорово, например, если бы вы присели пониже, чтобы эта елка была, например, вот досюда, то есть чтобы она, знаете, занимала, ну, больше, более так нахально, да, она тоже здесь как-то упирается, вот эту линию горизонта, так вот ее подчеркивает, и все, то есть, ну, как бы тоже некоторые, понимаете, такая композиционная недотянутость, да, не очень понятно, вот зачем она нужна, кроме того, чтобы создать вот этот акцент, контраст между передним и задним планом, ну, вот, такие вот, мне кажется, здесь тут соображения, друзья, что я могу еще вам сказать приятного, я могу вам сказать, что приходите, собственно, мы с вами еще можем много, вот, собственно, наш телефончик, да, приходите, мы с вами пообщаемся, приходите, собственно, заниматься на этот или на любой другой курс, да, если вам нужны какие-то другие материалы, да, если вам нужны ответы еще на вопросики, пожалуйста, вы знаете, Максим, на здоровье, я рад, что вы согласны, я, в общем, старался, ага, на здоровье, Елена, обращайтесь, пишите, находите меня в соцсетях, всегда буду рад помочь, ну, если мы пойдем с вами гулять, так и вообще будет замечательно, Александра, рад видеть на здоровье, вот, я понимаю, что этот поход получается в понедельник, день такой не очень удобный, может быть, но я от души советую сходить, если у вас есть такая возможность, потому что курс на самом деле редко в последнее время появляется, а возможность получить хорошую информацию, хорошие навыки, в общем, полезная, так что, друзья, я на связи, всегда рад вас видеть, всегда рад вам помочь. Я, конечно, пропустила начало, а когда будет? Это будет 14, правда, если не ошибаюсь, сейчас я прям посмотрю по своему расписанию, чтобы не быть голословным, это будет, будет, это, да, 14 мая, это будет в понедельник с 10 до 17 часов, если вы запишетесь накануне за 2-3 дня, обязательно смотрите внимательно свою почту, ту, которую вы указывали при регистрации, потому что я на нее буду писать инструкции, письма, да, что с собой взять, как одеваться, и главное, что если будут какие-то ответы на вопросы, надо мне тоже будет обязательно все прямо писать. А сколько стоит? Сколько это стоит? Я, честно говоря, не знаю, с этой стороны я с моими курсами совершенно не знаком, но сейчас мы узнаем, сейчас пойдем на сайт специалисты, все прямо узнаем. А вот 12 будет еще какой-то семинар, туда можно перед этим курсом фотографии. 12-го, 12-го, так он, да, он будет, конечно, вебинар, он будет здесь же, по-моему, на Таганке, да, он будет здесь, да, фотографии можно послать? Ради бога, конечно, можно, он тоже посвященный фотографии, он тоже посвящен всем этим вопросам. найти курс, московский сюжет, сейчас выясним, сколько он стоит. Вот этот московский, понимаете, он идет очень редко, последние годы, к сожалению, по понятным причинам, потому что он не такой, как сказать, финансово окупаемый, да, это такой скорее, вот я его в свое время создал, поэтому он обычно по выходным, собственно, идет. Это так получилось, на рабочий день это пришлось, просто потому что у меня все дни остальные заняты, у меня, к сожалению, очень большая загрузка, поэтому его поставили, ну, лишь бы поставить, потому что сейчас такой сезон, когда надо ходить много фотографировать. И я-то в любом случае, так сказать, со своими там учениками, с ними хожу и фотографирую, стоит это все удовольствие, смешно сказать, 4490 рублей. Вот. Еще фоточки? А, да, там появились еще фоточки. так всегда бы... Ничего. Так, вот фотографии от N. Сейчас, сейчас мы дойдем. Фотографии от N. Ну, что, фоточка. Наталья зовут автора, во всяком случае приславшего. Неплохая фоточка, неплохое наблюдение. Наталья, давайте тоже посмотрим трезвую, да, в чем смысл, в чем замысел. Эта фотография неплохая композиционно, действительно. Да, если бы мы, например, делали статью в журнал о том, как одинокий путешественник покорил, значит, там, побережье, там, Белого моря, например, это было бы неплохо. Понимаете, надо знать и понимать контекст, потому что вне контекста эта фотография, ну, о том, как некий человек, пугливо, так вот, пятясь чуть-чуть, да, смотрится с настороженностью на волны, которые там накатывают, ну, в общем, ну, да, ну, море такое, ну, волны, и чего, да, то есть маловато, ну, драматизма, так скажем, или красоты, или какого-то, вот, проблематики, что называется, понимаете, то есть маловато того, на что можно, ну, как сказать, любоваться, да, что можно рассматривать. Сейчас. Да, вот неплохой снимок, ну, что, вполне себе такой пейзажный, красивый, действительно неплохой, и композиционно даже, то, что вот здесь все эти детальки, то уходит неплохо, его ухудшает техническое некоторое несовершенство. Я не знаю, на что это снято, но снято, видимо, на не очень крутецкую технику, судя по тому, что здесь шумы достаточно грубые, судя по тому, что здесь вот в белом здесь пересветы, хроматические аберрации, там по крайней, хроматические аберрации, это, видите, такие вот ореолы, которые образуются вокруг контрастных объектов, что пользуются. Понимаете, такие снимки хороши, когда, представляете, вот каждая вот прям вот горочка, каждый вот этот кусочек, каждая снежинка, сосудочка видны, знаете, так кристально чисто, потому что такая очень яркая, насыщенная, кристальная, ясная погода. А здесь этого не хватает, просто техника не подводит. А сам снимок, да, очень неплохой. А ваш адрес, как должен называться? Жильета бокс. Жильета бокс. Вижу, вижу, посмотрим. Это сфотки с мобилки, да? Нет, это вот, например. Это фотоаппарат, но потом я его просто в брендскрин сделала. понятно, да. Да, но и они засунутся в квадрат, потому что это инстаграм. Инстаграмный, ну что, жанр такой вполне себе. Ну что, неплохая фотка, хорошая, композиционная, то есть для, грубо говоря, продажи редиски, просто отличная, да, то есть она работает, она... Что касается вот глубины резкости? Глубины резкости, она небольшая, конечно. Что ты можешь делать, да? А зачем? Опять же, это не просто допускается, весь вопрос в том, для чего мы это снимаем, да, мы хотим акцентировать внимание на очаровательной редиске. Прекрасно, да, фон размыт, на ней акцент, все хорошо, композиционная, очень складненько, грамотно, все на своих местах. Здесь реально можно написать, там, клуб любителей редиски, допустим, и все будет круто, будет хорошо цельно, скомпонованно, не убавить, не прибавить. Хороший свет боковой, вот как вопрос о свете, это действительно хорошо сделано, потому что боковой свет, он создает ощущение объема, усиливает его, поэтому все очень грамотно, все вполне по-человечески, для Инстаграма просто супер. Вот, или вот, например, еще один снимочек, это уже другая история про куличи. Это история про куличи, но она хуже, потому что она не так совершенно композиционная, я понимаю, что я думаю, она была скадрирована иначе, но то, что вот здесь вот это в нижний край упирается, это вообще нехорошо в принципе, да, вот в таких ситуациях нужно или вот так вот достаточно энергично зарезать, да, говорить, ребят, да мы вообще не про эту форму, а мы про куличи говорим, то есть надо нахальнее действовать, или надо, чтобы уже все влезало достаточно полноценно, потому что здесь не туда, не сюда. Этот снимок хуже еще, потому что здесь вот это вот большое количество мятой бумаги, оно создает такое вот, ну, как бы неопределенность, да, такую нечеткость вот пространственную, да, задний план слишком размыт, поэтому там непонятно, что это такое, это такой же кулич или не такой же, или там может быть зеркало, а может не, ну, то есть такая невнятность некоторая, то есть у предыдущего в этом смысле он был такой более четкий, прямо вот рекламный и отлично работающий. Еще один снимочек с веселым шаманом, я бы даже не знаю, как это назвать, такой действительно веселый лыжный шаман. Неплохо, хороший снимок, действительно занятное достаточно наблюдение. Опять же, я бы чуть-чуть все-таки снизу место оставил чуть-чуть побольше, если это такая была бы возможность, если возможности нет, то я бы до фотошопа, в конце концов, чуть-чуть, потому что она, ну, опять же, упирается, она стоит вот прям, вот практически на краю листа, а здесь же прелесть еще в том, что это снега и что как бы он такой, ну, то есть создать ощущение, вот этого объема. Сам по себе снимок как репортажный, действительно очень неплохой, вот такой немножко загадочный, а это то, на чем на попе катаются, вот это вот, а, понятно, но мне напоминает действительно такого реально маленького шаманчика, лыжную, хорошее, действительно забавное такое наблюдение, ага, то есть при прочих равных я бы немножко сверху срезал бы, а вот снизу бы чуть-чуть бы добавил, а вообще неплохой снимочек. Так, и вот еще от Любови снимочки, раз снимочек, это снято где, как? Любовь есть? Нет? Это линзбэби какой-нибудь, или теозооптический эффект, интересно, или оно так у фотошопа, мне кажется, что здесь фотошопа-то немало, нет, судя по вот такому ощущению воздуха. Хороший снимок, занятный, очень такой забавный, вот эта вот разруха, вот это маленькое существо, которое тут стоит, хорошая, выразительная композиция, острая такая, молодец, мне нравится признаться, такой вот снимочек, он такой очень, ну, выразительный, тут даже и убавить нечего, вот эти вот, собственно, тарелки с кашей, разбросанные стулья, я не знаю, это ли имел в виду автор, но то, что это реально маленький такой разбойник, который отказывается лопать кашу, это вот, мне кажется, я бы прочитал это именно так. Вот по поводу этого снимка интересно узнать, сейчас посмотрим еще один, сейчас, через секунду, говорит, он откроется, хороший, неплохой снимок, но это такой, знаете, снимок этапный для каждого фотографа, то есть, когда фотограф обнаруживает, что можно снимать со сверхкороткими выдержками, он начинает охотиться за такими кадрами, это естественно, они сами по себе, в общем, если честно, никакой художественной ценности не представляют, но как этап в творческом развитии они очень важны, если уж говорить серьезно, да, если пытаться из него что-то вытащить, конечно, надо убирать вот это все, мусор, вот эту все помойку, здесь нужно было бы оставлять одно большое, да, просто пустое пространство, и я бы еще, ну, тут тоже за горизонтом немножко последил бы немножко, и убрал бы вот это вот, чтобы оно не слепалось вот с этим всем задним планом, то есть, то есть, в общем, это такая программно-правильная, учебная, скажем так, работа, вот этот вот снимок вот с этими зверушками, он, мне кажется, самый интересный, нет, никто мне ничего не сказал по поводу, я тоже думаю, но просто интересно, вот какие здесь применены эффекты, или не применены, не применены абсолютно никакие, не применены, а опти, а вот это вот разбытие здесь вот по краю, такое вот, как, что значит случилось, кто случил, она вот с этими двумя плюгами, ну, очень хочет, но, ну, вот времени не хватает, у нее единственная надежда, вот на онлайн курсы, и на вас, да, ну, что, я-то готов, я-то, вот он, собственно, я всю информацию о себе дал, друзья, ну, в общем, вот такая вот история, соответственно, всегда рад пообщаться, приходите, обращайтесь, да, ну, и будем фоткать.